Фильм «Трипичный союз» режиссера Михаила Мистецкого, который зарекомендовал себя как мастер короткого метра, не случайно появился на кинотавре. Это полнометражный дебют. Отборщики оценили задумку сценариста и режиссера показать, как меняется наша молодежь, которой не безинтересно, в какой стране жить дальше. У нас кино, оно только поначалу может показаться про какую-то, так сказать, революцию. Точнее, нет, безусловно, это про революцию, но это про внутреннюю революцию, про революцию в себе. В конце концов, все герои доходят до своих личных каких-то пределов, а в мире они не меняют ни волоска, на самом деле. На пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, Мистецкий объяснил, как через четырех ребят удалось показать четыре пути сопротивления миру. Пятой становится девушка Саша, которой, собственно, там не место. Это мужское кино, оно же сделано мужчиной. И это такая его идея Мишина, которую он донашивал очень долго. И он же сам и писал, и сам и снимал. И, конечно, там, ну, конечно, больше внимания там уделено мальчикам. Это метафора жизни, что все мужчины выстраивают пирамиду, и в конце садится женщина, и в конце концов она рушится. Только я сейчас не выступаю здесь в роли обвинителя какого-то, но просто так часто бывает жизнь. А жизнь Василия Буткевича, сыгравшего роль Вани Тихого подростка, такая же, как и у персонажа. Главный герой говорит, что играл, по сути, себя, человека, которому свойственно искать себя. Это увидели и кинокритики. Я думаю, что это абсолютно точный срез поколения. И Миша какой-то антенкой своей чуткой это движение уловил. Кто-то из журналистов как раз и поинтересовался, а какое впечатление от фильма может быть у иностранного зрителя. Конечно же, разный был ответ, ведь разрыв между российским и зарубежным сознанием очевиден. Тряпочный союз не было моё кино, правда сказать. Может, это из-за того, что я иностранка, а может, я того возраста. Но эти якобы обаятельные мальчики, которые плохо себя ведут, просто мне это скучно. Российские кинокритики и представители прессы видят будущее тряпичного союза, который создали подростки и здесь же на пресс-конференции предложили написать сценаристу продолжение киноленты.